Здравствуйте, меня зовут Максим, я приехал из города Сочи, мне 17 лет. Замечательно. И что привело вас к Канаду, и в частности, в школу Ботвелл? В школу Ботвелл и в Канаду меня привёл мой друг, он тоже из моего родного города. Он посоветовал мне школу, эту школу, она считается здесь одной из самых лучших в Ванкувере. Замечательно. И что вы думаете о Ванкувере? Какие у вас впечатления? Ванкувер — это очень классный город, мультикультурный, очень красивый город в том плане, что здесь не только небоскрёбы, а здесь... небоскрёбы здесь представляют только небольшую часть Ванкувера, вот, как вы можете видеть, вот там центр Ванкувера. Он очень красивый в том плане, что здесь с одной стороны окружают залив, вот, с этой стороны залив, а с другой стороны школы есть... его окружают горы. Замечательно. Скажите, что вам пришлось преодолеть? Потому что, конечно же, это сложный опыт приехать, да, из другой страны, не зная язык. Что вам пришлось преодолеть и что нового вы попробовали и узнали здесь, в Ботвеле? Что мне пришлось преодолеть? Языковой барьер мне пришлось преодолеть, научиться быть более самостоятельным. Ну, я был более, достаточно самостоятельным, но в то же время я не мог осознать, насколько реально самостоятельным я был. И насколько самостоятельным я здесь стал. Я смог осознать это только после того, как приехал. Я стал больше стирать, готовить себе какую-то еду, проводить больше времени с друзьями, это всё... Вы живёте в резиденции, прямо в школе? Да. Замечательно. Скажите, пожалуйста, какой самый яркий момент для вас в Канаде и в школе Ботвел? Самый яркий момент в Канаде и в частности в школе Ботвел, это то, что здесь все улыбаются, скажем так. Здесь даже в любую трудную минуту персонал готов тебе помочь, будь то учитель, или твой канцлер, наставник, или кто-либо другой, даже студент. Они всегда готовы помочь, просто даже улыбкой. То есть я чувствую уверенность, когда мне улыбаются. Это здорово. Скажите, у вас наверняка много друзей уже в подвале? Достаточно, да. Вы со многими национальностями дружите? Я дружу с достаточно большой группой национальности, в том числе с ребятами из Татая, из Мексики и из страны Сангарии, скажем так. Ну, конечно. И что бы вы порекомендовали ребятам, которые собираются в Канаду и в Ботвел? Тем ребятам, которые только собираются сюда, я бы порекомендовал набираться больше знаний в разговорной речи, потому что это очень важно здесь. Когда я сюда приехал, я понял, что я английский практически вообще не знал, потому что я не понимал, о чем меня спрашивают. Я бы тоже порекомендовал развивать лидерские качества, допустим, умение презентовать что-либо. Здесь это один из видов обучения, очень часто используется. Вот, пожалуй, вот эти два фактора. А как вам кажется, система образования в Северной Америке, она более интерактивная, чем в России? Я считаю так, потому что здесь используется... Здесь, я считаю, лучшая методика обучения в том плане, что она не такая скучная здесь. Здесь есть такой компонент, как field trip, когда студенты какого-то класса выезжают куда-то в образовательных целях. Когда студенты тоже так же могут делать какие-то презентации или, может быть, даже учить какую-то... Часть какого-то материала полностью самостоятельна. За время пребывания в бодвале вы уже успели выбрать себе будущую профессию? Ну, присматриваюсь, да. Да. А чем бы вы хотели заниматься? Я бы хотел заниматься отельным и туристическим бизнесом. Замечательно. Ну, мы хотим вам пожелать удачи с издачей ваших экзаменов и с поступлением в университет. Спасибо вам большое. Спасибо большое.